и снова здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами подробно разберем хантера ситуация на этом персонаже такая же примерно как и нам стиле то есть в предыдущем патче это был достаточно узкоспециализированным персонаж который был труден в освоении патч 3.1 же расширяет рамки делая его более уникально универсальным и тем самым более доступным в освоении я сегодня дам подробные три сборки а если быть точным это будет конструктор который вы сможете использовать последствия самостоятельно я укажу все основные ключевые точки в билде в брекпоинтах чтобы вы могли точно знать на что вам опираться при выборе того или иного оружия и составление своего билда и так начнем с первой сборки а первая сборка у нас будет именно на уникальном оружии этого грубера а именно на длинном луке по талантам у нас ситуация следующая первый талант вкус победы восстановление хп через стаггер второй талант обязателен прямо в глаз увеличение урона по головам возросшая сила тоже обязательно для бафа рейндж оружия которые нам потребуется урон именно для достижения брэкпоинтов 4 талант без усилий каждый выстрел в голову дает нам баф на последующие увеличение шанса крита до первого критического удара то есть при попадании в голову с рейндж оружия мы получаем баф который у нас увеличивает шанс крита на 25 процентов до первого крита и так каждый раз пятый талант ребята это масс хэвный обязательно теперь к применению жесткая шкура он у нас дает возможность стакнуть четыре раза подряд каждый стак дает по 10 процентов резистов за убийство элитного или особого противника на высокую сложность разумеется этим противниками нет никаких проблем поэтому их там бегает достаточном количестве и поддерживать мы сможем 40 процентов резиста постоянно этот талант как раз и расширит у нас скажем так степень погружения в этого персонажа и доступность его для большего количества людей шестой талант ребят шестой талант у нас оперируется на основном параметре а именно этот параметр связан с восстановлением амуниции по факту то есть с одной стороны это типа ульта которая бафает у нас урон а по факту мы должны смотреть именно на то что как мы какое оружие используем и как мы вы восстанавливать амуницию если говорить про нашу первую сборку и про то что она на длинном луке а длинный лук под собой изначально подразумевает то что нам требуется с вами а им средний и выше среднего то есть противном случае это оружие ваших руках не раскроется никак поэтому я лично выбираю пригнись и спрячься то есть на увеличение продолжительность действия ульты так как именно лук может выдавать неплохой дпс по противникам по типу патрулей и того же босса в нашем случае лучше раскрыть именно дпс составляющие на амуницию здесь я не смотрю на восстановление так как и так стараемся стрелять все время по головам что у нас постоянно будет ее восстанавливать и проблем с амуницией быть не должно значит как значит по вооружению ребят здесь первый слот это у нас копье 5 шанс крита 5 скорость атаки быстрое истребление второй слот ребят это у нас длинный лук как я уже сказал 10 против брони 5 шанс у крита осторожный стрелок все характеристики обязательно 10 против брони обязательно требуется требуется они именно для того чтобы вы могли убить штор вермина находясь в ульте с одной стрелы в пузо то есть если у вас здесь не будет 10 против брони или 10 против скаминов то как следствие вы не сможете убивать штор вермина в в ульте то есть вам придется две стрелы тратили чисто в голову стрелять пять шанс у крита тоже обязательно ребят потому что на критической стреле у нас будет завязан breakpoint по убийству с одной стрелы хаос вара первая бижутерия значит здесь у нас 20 процент к здоровью 30 процент понижению стоимости блока и первое фундаментальное изменение по предыдущему патчу а раньше у нас как всегда таких персонажей было москве на дубовая кожа но я вам видео уже снял и показал что после 40 процентов резиста все остальные резисты которые вы уже будете прибавлять по факту будут иметь от 50 кпд от 50 процентов и ниже то есть каждый последующий все ниже и ниже поэтому это выкинутая бижутерия но не являющиеся также полностью мусорный здесь перк вы будете выбирать на свой вкус я поясню например почему я беру реген потому что вступив в ближний бой мы там потеряли с вами пропустили один удар потеряли часть хп потом мы с вами начинаем перемещение и все дальше мы переходим в тот момент когда мы начинаем с вами просто отстреливать противников то есть начало волны там все дела вот и в этот момент как вы понимаете белая хп у нас не восстанавливается при этом белая хп из хп уже ушло полностью и никакого прибавки у нас него то есть когда к нам приблизится волна и мы вступим в ближний бой а я не дай бог мы еще пропустим удар спину то в этом случае мы будем это делать с минимальным хп на регене же мы можем с вами находиться на рэндж позиции то есть на позиционке именно с рэндж оружием отстреливая противника и при этом восстановить такой минимальный запас прочности который нам потребуется даст возможность либо допустить ошибку пропустив удар либо же если просто вы пропустили удар спину вы не умрете моментально и сможете перейти в ближний бой случае если у нас что-то другое то соответственно такого запаса вероятное всего не будет также при перемещении по локации пока вы перемещаетесь от одного чекпоинта к другому тоже хп белое ушло оно закончилось у вас а при этом вы остались слоу хп и это ситуация которая может привести к моментальному вашему выводу из строя то есть в бою когда вы просто пропустите левый удар будь это пинг лаги неважно что но это всегда можно может произойти ситуация да даже friendly fire поэтому я выбрал именно регенерацию вы же можете взять и дополнительный отхил можете взять можете взять и оставление аптечки и отхил командов что угодно выбирайте под себя в текущей версии как вам сказал у вас есть этот талант у вас постоянный 40 процентов и соответственно защиты используйте дальше то что вам предпочтительней вторая бижутерия у нас идет 10 против хаоса 5 скорости атаки щедрость ребята на этом персонаже сейчас вы никак практически не сможете раскрыть потенциал банки полностью поэтому щедрость является масштабный вот в любом варианте то есть лучше дать банку расшарить на одного из тиммейтов что поднимет кпд и в принципе всей группы нежели чем банка останется сугубо в ваших руках 10 против хаоса это опять же вот характеристика на этой бижутерии ни на какие breakpoint и в данной связке не влияет абсолютно ни на какие я ее выбираю произвольно чисто под ближний бой под противников которые меня не устраивает то есть вы можете вместо хаоса здесь поставить что угодно абсолютно что угодно вы можете себе поставить потому что как я сказал ни на что это не повлияет то есть здесь не завязано ни на ближнем бою не рад на раньше оружие как я вам сказал должно быть только 10 против брони либо здесь вы скайвинов можете поставить либо здесь скайвинов поставить но броня в нашем случае будет более универсальным последняя бижутерия 33 процента сопротивление проклятию 5 шанс у крита и гренадер что касается breakpoint of как я вам сказал уже breakpoint и завязан на следующих параметрах давайте начнем с хаос воров то есть приберемся то есть по хаосу что касается хаос воров хаос воров у нас умирают с одной крит стрелы в ульте то есть для этого как я уже сказал нам требуется вот эти два таланта это который обеспечивает нужный урон чтобы убить хаос вора этот талант увеличивает количество этого прока тем самым заходя в ульту с максимально тянутой стрелы а вот видите крита не было и мы не убили вот опять у нас крита не было хаос вора остался жить вот крит есть хаос вор то есть как вы видите да даже вот этот талант у нас не гарантирует того что у нас обязательно прокнет крит и мы сможем с вами убить хаос вора но без крита этого сделать невозможно будет с одной стрелы с критом до одна стрела в голову пожалуйста отлетевший хаос вор так же как вы можете видеть почему я выбираю продолжительность ульты так как мы являемся это ульта оранжевая и например с тем же хаос патрулем мы ее можем максимально всю реализовать убить максимальное количество хаос воров с одной ульты тем самым когда у нас дойдет дело до мили боя у нас уже будет либо пол патруля либо еще меньше если кто-то вам помогал а это как говорится большой плюс при игре но для к совладания в кооперативе так сейчас вот второй же брейк-поинт у нас был завязан на луке на натянутой стреле на шторверминах тоже очень полезная демонстрация плане того что вы должны понимать соответственно находясь в ульте на максимально заряженном луке вам достаточно просто одной стрелы в пузико и шторвермина катаклизме отлетает если если вдруг так вот я убрал сейчас у нас не штурвера нету здесь скальнов нету брони соответственно да если этой характеристики у нас не будет то тем самым у нас уже на убийство этого штурвера не хватает урона то есть придется делать по два выстрела это невыгодно с тем что условием что вы за одну ульту могли бы уничтожить сразу 8 10 12 штурверминах из того же патруля опять же ребят слово напоминаю для вот этого именно момента увеличенная ульта и для этого у нас с вами а текущие брэк-поинты все еще раз напоминаю из текущих брэк-поинт важно если играете на таком копье то желательно чтобы здесь было затраты на блок понижения а здесь соответственно требуется шанс крита на луке обязательно 5 шанс крита чтобы максимально увеличить проки критов тем самым увеличить кпд именно по хаос варом в талантных базе обязательно по урону 2 прямо в глаз возросшие силы и без усилий как я сказал для достижения брэк-поинт на хаусар во всем остальном все 10 брони этого достаточно а это бижутерия полностью на ваше усмотрение скорость разумеется москва но смотрите сами и хаос здесь также не обважен то есть выбираете то что вам выгодно перки как вы поняли тоже выбираете то как вам удобно что касается легенды ребят этот лук сейчас на легенде на полном натяжении уничтожает этих штор веминов без ульты то есть опять же никакие доп характеристики вам не потребуются и еще момент для новичков ребят что касается лука лук имеет у нас с вами это к инфа для новичков 33 урона то есть быстрый выстрел натянутый выстрел и хэви заряженный выстрел то есть большая ошибка людей которые не в курсе то есть у нас вот такой выстрел есть на 3 400 до натянутый лук это 4 2 250 а вот натянутый максимальный лук считают вот что вот он вот они 6 350 вот таким вот образом нет в патче в 31 кстати изменили скорость что вот этот зум не включался так быстро как раз также кстати вы можете знаете что раньше мы вообще стояли на месте сейчас дали хоть какую-то скорость передвижения в этом зуме но лучше все равно к нему не прибегать без надобности и так 6 350 был урон вот он вот что вам нужно научиться нал играя на лук а именно вот эту вот скорость на натяжение лука то есть когда вы получаете вот этот вот максимальный урон 6 350 то есть чтобы не перетягивать лук так сказать что почему это важно а именно в скорости понимаете разница да если вы будете вот так стрелять соответственно скорость или же будут стрелять я вот таким вот образом то есть как говорится разница в поражающей силе особенно при реализации ульты на том же патруле это будет очень важно то есть сколько вы успеете убить шестерых шнурвеймеров или 15 шнурвеймеров но я образно говоря то же самое хаос варом там одного хаос вара или шестерых хаос вара вы заберете ну а им а им разумеется на луке крайне важен и так это первая сборка вторая сборка ребят такого вида у нас будет на дробовике по талантной базе вкус побед так и остается а вот этот талант у нас новый из 31 описание не совсем корректно написано что следующий выстрел не расходует боеприпаса но самое главное что он не дает перезарядку ребят не то что вы не расходы по припаса это конечно классные дополнения но суть сама заключается именно вот в этом то есть вот в таком двойном выстреле как вы понимаете у этого дробовика и так огромная поражающая сила и тем самым такой двойной выстрел просто сдувает все что в радиусе у нас близком есть просто нахер сдувает как вы видите после первого зарядки мне уже достаточно одного выстрела чтобы зарядить это свойство то есть первый раз вы видели я делал три выстрела теперь я делаю в перерывах между двойным выстрелом всего один выстрел потому что второй выстрел уже считается как доп выстрел то есть он нам бафает собственно говоря сам перк поэтому оружие превращается в страшное третий талант возросшая сила ребят но он является необязательным в этом случае потому что возросшая сила не так сильно бафает у нас раньше оружие и если вы прям видите необходимость себе бафа через таггер каким-то другое миле оружие выбираете то в этой сборке вы спокойно можете менять четвертый талант ребят а здесь ману пуссуально этот понятно что вообще ни о чем а вот здесь вот по реализации таланта он ману писсуален то есть прокнуть и а что это то что это то достаточно проблематично чтобы его прокнуть видите вот эта точечка в середине прицела вот дробинка с этой точечки именно с этой точечки должна попасть в голову то есть когда вы уже на таком расстоянии вероятность прока да даже на том то что начался вам пробовал это тоже крайне крайне на повезло будет мало как следствие прокнуть и что этот талант что этот без разница поэтому мы смотрим на следующий параметр а именно на что мы хотим получить поскольку речь идет о том что это оружие имеет самый максимальный эффективный вариант по уничтожению всей живой силы то есть в принципе в текущем патче в 3.1 ни один другой персонаж по уничтожению живой силы противника не может даже равна то есть не первая сиена со своей ультой не вторая сиена не гном с говнометом если не говорить что это отель будет в котором вот прям всегда враги будут на 360 градусов вот прям вот так вот не повезло и ни разу нигде никто не стакался то в этом случае этого грубера никто не догонит повод говорю уничтожить живой массы люди бы это просто бешено это бешеная скорость поражение противников поэтому а какой недостаток у этого оружия да вот например в сравнении с говнометом да то что здесь есть амуниция поэтому по факту мы выбираем именно этот талант так как у нас будет на дробовике стоять проныра и да это будет крайне редко но в то же время иногда это будет пробовать а раз это иногда будет пробовать значит амуницию таким вот образом мы с вами будем восстанавливать ну и плюс сам крит выстрел вы сами понимаете если он прокнет по той же броне вся дробина пройдет тогда на сквозь они как это несколько штук поэтому выбор здесь идет именно на безусилий на пятый талант жесткая шкура как искал во всех сборках шестой талант ребят именно связан с предыдущим тем что я рассказал значит единственно уязвимым местом этой сборки а именно амуниции и как следствие мы имеем постоянное плюс основная цель это уничтожить все и вся то вплоть до хаос воров вот поэтому чем больше вы чаще мы заходим в ульту то есть мы начинаем бой сразу же с ульты поражая всех противников с одной стороны этого достаточно чтобы поразить принципе всю сторону потом вы разворачиваетесь и начинаете долбить вторую сторону ну и так далее так далее то есть очень быстро уничтожая просто все живое и ульту вы используете вот прям по кд прям по кд то есть ульта откатилась все вы сразу ее заюзали по вооружению ребят здесь второй вариант который можно использовать в текущем патче на грубере в ближнем бою это булавай с мечом характеристики 5 шанс крита опять скорость атаки быстрое истребление дробовик ребята 10 против брони 5 процентов к шансу крита проныра шанс крита обязательно проныра обязателен как я уже сказал исправляем главный недостаток а именно то что в этом оружии может закончиться амуницией поэтому все направлено это 10 против брони ребята это брэкпоинт это брэкпоинт против пулеметчиков и огнеметчиков на том же сам катаклизме то есть в случае если у нас 10 не будет то вся дробь если войдет в тело вот этому гаденышу не убьет его но ребят надо понимать что такое вся дробь вошла видите фоторамка вокруг прицела вот сейчас уже означает что вся дробь не войдет ни при каких обстоятельствах уже на таком расстоянии этот брэкпоинт работать не будет но то есть потому что вся дробь априори не может залететь то есть вот когда вот эта фоторамка покрывает все тело тогда вы можете понимать что гарантированно у вас зашла вся дробь противника поэтому вот видите уже сколько сколько скажем так торчит торчит мыши из прицела поэтому автоматически уже вот с этого расстояния она не убивается но но есть нюанс как всегда ребята есть нюанс а нюанс заключается в следующем в том что когда эта дрянь начинает стрелять вы по крайней мере таким образом можете ее прервать то есть видите она стагерится и вы соответственно вышибаете цель ну из нее все говно да то есть а прерывать это тоже крайне важно так дальше 2 бижутерия если играть соответственно на меч с булавой то я беру уже 2 к выносливости 20 здоровья природная связь почему 2 к выносливости потому что вот эта вот атака она крайне эффективна по волне и отдает контроль и также помогает уничтожать противников ко всему прочему на этом оружие я не предполагаю ситуации где буду блокировать так как это оружие в принципе для блока не приспособлена и не выгодно не выгодно на нем блокировать гораздо выгоднее вот это вот пуш атаку прокинуть поэтому 2 к выносливости вы же выбираете то что вам опять же будет выгодно но связано именно говорю еще раз с этим оружием здесь у нас breakpoint а также ребят 10 против брони как я пояснил достичь вот этот breakpoint очень сложно так как всю дробину нельзя здесь реализовать плюс в этом оружие на нелишко тоже скажем так не самый лучший выбор против брони поэтому он помогает и сюда и сюда но скажем так опять же не является обязательным то есть вы выберете то что можете использовать то что вам больше сюда хочется скорость как всегда маскаев а вот против брони здесь уже не обязательный стат выберите то что вам больше нравится последняя бижутерия 33 процента сопротивлению проклятию 5 процентов шанс у крита и гренадер основные моменты все скал ребят на примере этой сборки я вам покажу что значит я вот говорил в начале лего да там конструктор а вот именно эту сборку я использую другим образом то есть я лично играю в следующем виде то есть вот таком то есть талантная база все остается также то есть я играю сейчас для меня топ сборка это именно дробовик дробовик и копье на соответственно вот таких вот характеристиках причем я вам дальше покажу другой копию приведу их сравнение то есть вот таким вот образом для себя я сделал финальную сборку то есть на грубери сейчас я играю именно вот так вот вы же будете собирать зависимости от того что вам больше как я сказал подходит и а и что больше нравится это просто пример ребят третья сборка которая у нас остается это на это игра через пистоли но здесь я сразу оговорюсь ребят прежде чем вы начнете играть на пистоль сразу вам скажу что стандартные характеристики использовать на пистоле по типу хаос пехота на пистоле и пехота здесь чисто против уничтожения спешелов никакого смысла на этом персонажа не имеет так как для этой цели у нас есть первый грубер и третий грубер там пистоль будет точно также реализована причем в 31 у нас увеличили количество амуниции и как следствие стало еще более комфортно играть на пистоле на тех персонажей поэтому здесь мы будем достигать тех же самых брэкпоинтов которые у нас с вами были достигнуты на луке а именно убийство хаос вара путем выстрела крит крит выстрела в голову по талантам здесь у нас так же все как на луке то есть вкус победы прямо в глаз возросшая сила обязательно без усилий тоже обязательно для увеличения кпд всего этого жесткая шкура мазхев ульта также на ваше усмотрение по амуниции но в случае случае с реализацией именно пистоли опять же лучше увеличить продолжительность действия по вооружению ребят здесь копье из предыдущего патча она 5 скорость атаки 30 процент затраты на блок понижения и готовность к удару это копье подойдет для новичков принципе для новичков и для более сейфовой игры сейчас мы перейдем чуть по давайте сразу по копью ребят как вы можете понимать основная ротация это light атака хэви атака и обратите внимание то что вы как скажем так для новичков разница в скорости практически вы не увидите что на быстром истреблении что вот сейчас было без быстро сейчас вот вы запомнили скорость смотрите сейчас будет сейчас быстро истребление прокнет вот обратите внимание что в случае с этой ротацией а это ротация основная light атака хэви атака до особой разницы в скорости нет то есть ее заметят и поймут только уже достаточно опытные игроки то есть и смогут реализовать но при этом как я сказал вот эта сборка на сэйфовом копье она тоже имеет право на жизнь и зачастую в рандом лучше поверьте использовать ее то есть что на нежели чем просто брать на крит шансе и криту скорости атаки пистоли в нашем случае обязательно имеет 10 против хаоса то есть в отличие от лука лук имеет больше модификатор урона по голове поэтому ему меньше требуется для достижения брэкпоинтов пистоль же требуется характеристики поэтому 10 хаоса обязательно 5 шанс укрыто обязательно перк осторожный стрелок бижутерия здесь также по как и под копье идет 20 здоровью 30 процент затраты на блок а природная связь 2 бижутерия тоже 10 против хаоса 5 скорости атаки щедрость и последняя бижутерия 33 процента сопротивление проклятию 30 скорость восстановления запаса сил требуется для копья то есть вот вэт вот так вот сборка выглядит именно этого копья уже в 3 бижутерии здесь обязательно скорость атаки понижения блока а готовность к удару перк здесь понижение блока а здесь обязательно скорость восстановления запаса сил по соответственно брэкпоинтом как мы с вами обсуждали единственный Брейкпоинт, который здесь у нас достигается Это хаос вар в ульте Через крит выстрел То есть, если у нас с вами крит Проходит в голову, то мы соответственно Убиваем, видите крит не прошел И хаос вар выжил, то есть вот таким Вот образом Единственный брейкпоинт, который достигается Все остальное разумеется у нас Поскольку это пистоль и дальше Не надо говорить про выстрел в голову, то есть Шторм вермины, там пулеметчики Огнеметчики убиваются В тело, карусельщики Убиваются в тело, глободильеры убиваются Только в голову, потому что именно Мы используем характеристики через хаос Ребят, пехота не раскачана Вот таким вот Образом у нас выглядит эта сборка Собственно, как я напоминаю, ребят Все это конструкторно, то есть Еще раз, да, если мы возьмем Копье такого вида, то нам обязательно требуется Здесь бижутерия с понижением блока Здесь с восстановлением запаса сил Если речь идет о Соответственно, булавающей То булава и меч То здесь у нас выносливость Здесь, соответственно, крит-шанс Если у нас копье на критах То есть крит-шанс скорость атаки То нам требуется здесь обязательно крит-шанс А здесь, как бы, смотрите на свое усмотрение То есть либо выносливость, либо за понижение стоимости блока Все остальные также брейкпоинты По выбору вооружения дальнего боя Я вам тоже обозначил и акценты на этом поставил Чтобы вы понимали, на что смотреть и опираться При выборе того или иного рейндж-оружия Также, ребят, для новичков еще объясню Кто у нас старые видосы не смотрел По копью Почему копье является более топовым выбором Нежели чем булава Все связано с тем, что мы стаггерем Стаггерем почти всех противников Лайт-атаками То есть вот таким вот образом Да, нанося там Вот эту первую лайт-атаку Мы с вами, как вы видите Просто останавливаем противника И тем самым Здесь уже завязано все не на уроне То есть, можно сказать Не мытьем, так катанием Рано или поздно мы всех противников уничтожим Но у копья есть и Скрытый момент Который тоже вам крайне важно понимать И осознавать Иначе вы можете столкнуться с ситуацией Когда вы не понимаете Почему в тот или иной момент вы умирали Итак, собственно, вот у нас есть скавины Да, если обратите внимание Вот сейчас, видите У нас прошло все 6 единиц урона На хэви-атаке у нас тоже, разумеется Пройдет все 6 единиц урона То есть, типа, клиф работает Но Случай, если У нас Будет почти Вот любая Любая элита Стоять Справа То есть, смотрите Видите У нас стоит Соответственно Здесь Монг У нас уже урон Не доходит До Вот этих вот крысяток То же самое Будет Если у нас Тем более Бронированная цель стоит Или Маулер Ну, давайте Маулера поставим То есть Вот таким вот образом Если у нас стоит Вот этот чувак И мы вот так вот Проводим с вами Хэви-атаку Как видите Все цели Которые Блядь Но сейчас опять Некорректно Потому что Воткнули это То есть В общем Главная идея Которая у вас заключается Которую я пытаюсь Вам сказать И показать Так Заключается в том Что Цели Которые у нас Стоят За Вот этой вот То есть Если у нас Вот таким вот Справа налево Идет удар И у нас Стоит здесь Элита То не дойдет Урон уже Да, вот этих Пацанов Поэтому мы И держим с вами Ротацию Следующим То есть Лайт-атака В толстую цель А копьем Стараемся Ударить Таким вот образом Чтобы задеть Именно Уже За Этой целью И тем самым Пронести урон По волне То есть Ситуация Достаточно Банальная Когда вы держали Всю волну У вас все Спокойно Получалось Тут в нее Придет пара Штормверминов И волна Вас сжирает Это происходит Потому что Вы продолжаете Бить справа налево Копье Застревает В штурмверминах Сразу же А волна Слева копится И в какой-то момент У вас просто Она сожрет Вот таким вот образом Нужно понимать При работе С копьем Все Ребят На этом Основные Все моменты По этому Персонажу Я вам рассказал Для новичков Точно Вы найдете Какую-то полезную Информацию Старичкам Неплохо Повторить Вспомнить Брекпоинты Вот Надеюсь Инфа Будет полезна Всем Как всегда Спасибо за просмотр Удачи в игре И до встречи Всем пока